Продолжение следует... Нам может присниться определенный участок какой-то, который нам знаком. Например, двор или квартира. Начнем с квартиры. Вот нам приснилась квартира. И вдруг мы точно знаем, что за стенкой живут соседи. И вдруг мы видим дверь, мы ее открываем, а там комната потайная, которой раньше никогда ни при каких обстоятельствах быть не могло. И в то же время эта комната, мы точно знаем, что там дальше все-таки соседи. И получается, что комната как бы общая. Мы заходим, не знаем, что делать. Пространство раздвинулось, и у нас появилась площадка, которой раньше не было. Что же касается, например, во дворе. Вот вы гуляете во дворе, там во сне, естественно. И вдруг появляется какой-то объект, например, магазинчик. Во дворе магазинчик, которого под открытым небом там какие-то навесы. И там продают чудесные вещи, которых нигде не купить. И вы видите во сне, что вот этого места здесь, ну, ни при каких обстоятельствах быть не может. А оно там есть. Или же с пространством появляется другая вещь. Вот у вас есть пространство, вы знаете, что тут далеко. И вдруг вы отсюда попадаете туда сразу же за несколько шагов. Например, у вас есть любимая река, до которой идти много километров. И во сне вы заходите в лес, проходите небольшой отрезочек, и вот она ваша река. Вам не нужно идти 15 километров. Я называю это искажением пространства во сне. Мозг строит площадку таким образом, чтобы она, как сказать, соответствовала тому сценарию, который он хочет сделать. Например, нужна комната лишняя, он ее впихнет. И так же во всем. Например, вы можете залезть в очевидно маленькое здание, и вдруг окажется, что там очень много коридоров длинных. Такой вот, когда особенно в кошмарах. Вроде бы зашел в дверь, но тут ничего особенного. Вдруг бах, там пещера на 5 километров. Как это все происходит, сказать очень трудно. Одно, можно понять, что мозг устроен очень интересно. Он формирует все это дело. Каким-то чудесным образом. И в то же время, в то же самое время, подчеркиваю, мы можем во сне сознательно, сознательно менять некоторые вещи. Если тренировка большая, то можно менять эти вещи достаточно существенно. Ну, например, тоже делать с пространством. Вы, например, во сне оказались в своем дворе, где вы привыкли. А до этого, в других снах, вы видели то пространство волшебное, которое появилось. И вы сознательно идете прямо в то место. Зачем вам? Что вам там нужно? А вы там хотите увидеть то, чего никак в других местах не увидели. То есть вы возвращаетесь в то место счастья. Например, когда во сне вы что-то очень хорошее увидели, счастливое место, вам там было очень хорошо. Почему бы и туда еще раз не прогуляться? Правильно? Мозг, он любит всякие такие, ну, как бы, поощрительные вещи. То есть мозг дает команду кушать сладкое, там еще что-то делать такое. Играть в игру, например, если она интересная. Так и тут, во сне. Вот. То есть про пространство я немножко сбивчиво поговорил, но тем не менее, тем не менее, пространство во сне устроено иначе. Это и есть факт. Но я основываюсь это только на своем личном опыте. Я не знаю, как у других людей. Что там у них во снах, понятия не имею. Что они там рассказывают, и то, что на самом деле, сопоставить невозможно. Потому что рассказ-то мы можем услышать, даже представить. А в сон залезть другому человеку не получится пока что. Может, потом ученые смогут, а сейчас пока нет. Так что приходится верить на слово. Вот это то, что я хотел сказать про пространство. Можно еще, конечно, кое-что добавить. Но там, по-моему, пойдет жуткий трэш, от которого ночью не заснешь. Но это, скорее, будет уместно рассказать в кошмарных снах. А сейчас я про обычные сны. Так что вот так. Надо пошутить. Надо пошутить. Хотя какая тут шутка? Это даже уже не шутка. Если человек покупает однокомнатную квартиру, делает перегородку, а потом выдает ее за двухкомнатную, это не смешно. Это выгодно. Была однокомната, стала двухкомната, можно разменять. Потом опять сменять. Вот из одной комнаты сделать три. Потом пять. Потом смотришь, у тебя уже дворец. Ну, а сне-то, кстати говоря, дворец сразу можно сделать. Раз, и у тебя дворец. Все. Пошутил как смог. Можете не смеяться, если кому не смешно. А лайк не забудьте поставить в любом случае. Он мне пригодится. Хотя, зачем? Нафиг мне это надо. Ну, пусть будет. На солнышко наведи. Ручкой помощи. На солнышко наведи. Там такие тени. Ёкала. Только навела и сразу пропала. Да шо ж такое. Сны это очень серьезная вещь. И с ним нужно относиться по-серьезному. Увидел сон. Запомнил, записал. Уже снулся. Дальше лег спать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова